Депутаты предлагают отказаться от онлайн-кредитов. Причин для этого несколько. Во-первых, легкие деньги работают на руку мошенника. Но самое главное – это долговая яма, выбраться из которой совсем непросто. Как раз сегодня в Можелесе начали работу над законопроектом о банкротстве физических лиц. Эксперты уже прогнозируют удорожание потребительских кредитов. Ардак Сагидала расскажет, что грозит должникам, которые признают свой собственный дефолт. Кредитной историей в Казахстане никого не удивишь. Напротив, рассрочка для многих довольно выгодна, тем более при нынешних ценниках. Но депутатов все же беспокоят долги соотечественников, особенно доступность онлайн-займов. В Можелесе предлагают выдавать кредиты казахстанцам только офлайн. И вот почему. Кредиты, которые можно оформить в сети, интересны для мошенников. Депутаты Акжол приводят цифры из Генпрокуратуры. В Казахстане за пять лет выявлены 20 тысяч киберпреступлений. Мошенникам порой достаточно заполучить ИИН человека, чтобы оформить онлайн-кредит. Правда, и сами казахстанцы быстро привыкают к легким деньгам из банка. Но потом то ли не хотят, то ли не могут погасить долги. Доводят до банкротства ситуацию с низкими доходами населения, неадекватно завышенными процентными ставками, а также кажущая доступность кредитов для физических лиц. Предельно легкие способы получения беззалоговых займов, когда деньги выдаются быстро и без учета уровня дохода заемщика, но при этом риски закладываются в высокую процентную ставку, способствует массовой закредитованности населения. Предлагает запретить онлайн-кредитование как важный фактор неадекватной закредитованности населения и мошенничества в этой сфере. Статистика микрофинансовых организаций тоже неутешительна. Треть займов в стране проблемные и, возможно, в скором времени казахстанцам начнут списывать долги. Как раз сегодня в Можелисе приступили к работе над законопроектом о банкротстве физлиц. Но вместо этого у должника будут забирать имущество, включая единственное жилье. Правда, вероятнее всего только в том случае, если оно в залоге у банка. Вот эти принципы о том, что последнее жилье нельзя отбирать. Если ты прошел через процедуру банкротства, то тебе автоматически закрывается эта лавочка. То есть ты на какой-то период, сроки сейчас тоже, это дискуссионный момент, но там тоже должен быть некий такой период санитарный, когда ты должен это осознать. Ну и в целом воспитывать новую экономическую правовую культуру, когда кредит берется не абы как, не для того, чтобы закрыть какую-то дыру, а все-таки это под проект. Я имею цель, я имею задачи и так далее. Подводных камней довольно много. Экономисты считают, что закон принимается в спешке, хотя о нем долго говорили. Ведь изначально эту процедуру хотели вести после того, как все казахстанцы станут в обязательном порядке сдавать декларацию о доходах. Это показало бы, кто на самом деле финансово стабилен, а кто пытается таким способом уйти от ответственности. К тому же законопроект может прежде всего повлиять на процентную ставку кредитов. То есть займы в стране подорожают. Дорожают. Это нормально, формально, потому что везде так есть. Чем выше ставка риска, тем выше стоимость кредитов. Сам закон будет повышать этот процент риска, поскольку банк будет понимать, что заемщик может уйти от ответственности. К процедуре банкротства могут приступить по заявлению самого должника и через суд. Сначала рассмотрят просрочку свыше пяти лет, затем не больше года суммой 300 тысяч тенге и до пяти миллионов тенге с просрочкой не больше шести месяцев. Выше этой суммы решается через суд. Помимо статуса банкрота казахстанцы ждут запреты. Три года нельзя выезжать за пределы страны, но многих, скорее всего, больше расстроит другое. Кредиты станут недоступными следующие пять лет. Сейчас кредиты имеют больше шести миллионов казахстанцев. Одни аналитики считают, что такие ограничения довольно мягкие. К примеру, в европейских странах у банкротов забирают почти все, вплоть до ювелирных украшений. Другие уверены, что нужно разрешить выезд за рубеж тем, кто поедет туда работать. Сами депутаты отмечают, что нужно параллельно думать о повышении доходов казахстанцев. Работать над законопроектом Мажилис планирует еще год. Ардак Сагидулай, Ернар Сейлаубаев и Роман Расулов. Столичное бюро КТК.